Дмитрий Улитин Дмитрий Улитин Дмитрий Улитин Краткая предыстория активных репрессий Дмитрия Улитина состоит в том, что на 25 марта 2020 была назначена сессия областного совета народных депутатов или законодательного собрания Кузбасса. И, собственно, к этой дате власть придержащей негодяей постарались запрессовать абсолютно всех, без исключения людей, которые могут туда прийти, начать что-то там высказывать, задавать какие-то вопросы. Да, есть участок, на который публичное слушание выносят. То есть, они его вынесли, этот участок, на публичное слушание, но проиграли. Но на самом деле, потому что они так всегда вели себя, у них все было с администрацией хорошо и все удобно. Они знали, что они его узаконят. Уголь уже добывается, уже давным-давно добывается и уже добыли очень большое количество этого угля. Сейчас они хотят узаконить. Надиму написали заявление, что он там якобы грубил кому-то или еще какие-то действия хулиганские совершал. Точные подробности не знаю. Но на неделю к нему приходили гости. К нему и к его друзьям. У них там офис есть маленький в Кемерово. В общем, такая информация оттуда. Я старший дознаватель отдела организации дознания ГУМГД России по Кемеровской области, подполковник полиции Шповалова Татьяна Владимировна. У меня в производстве находится материал, зарегистрированный в ПУСП дежурной части главного управления. По факту, ваши противоправных действия вчера устроены в здании администрации правительства Кузбасса. В районе 10 часов утра. Ну, а непосредственно 22 марта? В ближайшее время полицаи начнут штурмовать мою квартиру. Преступный режим обосрался. Очень сильно обосрался. И в тот момент, когда к нему эти полицаи лезли активно, я так предполагаю, точно не знаю. То есть есть обрывчатая информация просто. Ну, Дмитрий вышел на площадку у своей квартиры и решил их просто отпугнуть. Сейчас в АТПах находится баллончик. Уберите его. Березовый, скорее всего. При применении его к сотрудникам полиции вы будете привлечены в головный ответ. Если этот видеофрагмент пересмотреть короткий, там отчетливо просматривается, что баллончик Дмитрий направляет вверх. То есть не именно на полицаев, которые стоят на лестнице, а вверх и в сторону. Осада продолжилась. То есть они выбежали из подъезда. И все это продолжалось еще до вечера. Привет, Дима! Привет! Что у тебя происходит? Что происходит? В 11 часов в этаже с квартиры в подъезде стоят похожие на полицаи спецодъезда. В течение дня, то есть они подняли следственный комитет, возбудили уголовное дело. По 318-й части 1-й, по угрозе применения насилия по отношению представителей власти или применение такого насилия, собственно. Ну, состава определенно нету, потому что сам по себе баллончик газовый, он не является предметом, которому можно какое-то насилие человеку. Боль можно причинить, если там очень близко, там в глаза он попадет. Но сам по себе вызывает только раздражение. Соответственно, это не может восприниматься даже как угроза применения насилия. Тем не менее, следственный комитет возбудил дело, и они начали проводить неотложные следственные действия, которые выразились в том, что, ну, собственно, заломились в квартиру с обыском. Показывай постановление. Показывай постановление. Постановление сперва. Куда ты прешь его? Не ори. Куда ты перейдешь? Постановление сперва. Ознакомишься и зайдешь. Что ты? Что это такое? Представляюсь у вас. Какой ты сотрудник полиции, главного управления? Чего главного управления? Куда Россия по Кеверской области. Выходим, она заходит. Я познакомился, я могу ознакомиться. Я ознакомился? Знакомимся. Читаем? Что, Ваня? Читаем постановление. Читаем. Беру в руки и читаю. Беру в руки и читаю. Правильно? Да, конечно. Постановление о производстве, обыске в жилище, в случае нет терпящих отлагательств, следовать по особо важным делам. Проводят обыск, при этом еще вскрывают полы, полы в квартире. Не знаю вообще, для чего это, для какой цели, насколько это оправдано, если им по обстоятельствам там нужен, ну, баллончик, допустим. Ну, может, телефон еще там, на который он запись производил. А полы-то зачем вскрывать? На следующий день, это 23 марта получается, за закрытыми дверями ему избирают меру пресечения и на два месяца его закрывают в СИЗО. Многие люди могут там как-то неправильно понять его действия, то есть, зачем это, ну, то, что он там пугал полицаев баллончиком газовым, ничего страшного в этом особо нет, потому что они могут достать кого угодно. А уж с его стажем-то, это, наверное, даже очень мягкие такие действия с его стороны, с учетом того, как они ему уже жизнью, сколько раз они ему ее портили. Вопрос другой, то, что зачем весь подъезд должен нюхать этот баллончик, ну, тут он как бы действительно открыт его. Правильное это или неправильное действие с его стороны, я не возьму на себя определять там или как-то высказываться. Я бы так не поступил, например, но он, очевидно, просто уже не может терпеть, не может спокойно реагировать. Мы переходим к второму человеку. Это Алексей Сущенко. Алексей Сущенко – это помощник координатора местного Кемеровского штаба Навального. Алексей лично мне помогал. После второго обыска, когда у меня в квартире все выгребли, по уголовному делу номер 2, 297-й статьи, у меня ничего вообще не было, даже телефона. Это хроника, дорогие друзья. Людмила Андреевна, матушка, она по моей просьбе ходила в штаб Навального, передала информацию. Вообще про меня, про обыск и про мой арест узнали благодаря вот именно Алексею Сущенко и Стасу Калиниченко. То есть они информацию передали. После чего они еще приходили в суд и записывали видео там. То есть у меня ничего не было. Вот Алексей приходил, то есть его Стас отправлял. Сейчас мы находимся в Киринском районном суде города Кемерово. Рассматривается моя пенсионная жалоба. 12 августа в 6 часов утра я просыпаюсь от того, что мне СОБР выпиливают двери в квартиру. Моя дверь открыл, чтобы они точно спекли или не сняли. И после чего они делали публикацию. Они сохранили видеозаписи вот эти, где там спецназ заходил в подъезд моего дома. Что случилось-то с Алексеем? Как это произошло? 10 апреля 2020 года в ночь с 9 на 10 к нему пришли с опять же неотложными следственными действиями. По результатам оперативных мероприятий его доставляют в наркоконтроль. И там его мурыжили еще весь день. То есть, к примеру, с его родственниками и с Остасом Калинченко. Я приезжал туда, то есть с своими знакомыми и встречался с Остасом и родственниками Алексея. И какое-то время там ждали. То есть еще было 6 часов вечера пятницы, то есть 10 апреля. До сих пор точной информации по Алексею никакой не было. После чего в интернете появилось видео с признанием, с вот таким. Я ни за что вообще в своей жизни не поверю, что торговец с наркотиками, непойманный, подчеркиваю, с поличным, за руку, то есть с наркотой непосредственно, или в процессе ее там продажи как-то, признает свою вину. Конкретно вес я не знал, просто один пакет. Может быть запугали его чем-то, то есть обстоятельства неизвестны. И об этом молчат. Самое главное, об этом молчит Алексей Анатольевич Навальный. Алексею избрали меру пресечения, также содержания под стражей. Два месяца в СИЗО, сейчас в СИЗО находится. И человек третий, это Никита Забазнов. Я тоже знаю, лично не один раз виделся. Уголок заявителя мне нужно прийти, в уголок заявителя, вон уголок заявителя мне нужно прийти, вы меня отказываете. Раньше назывался Ковхозник с Востока. Ну, не безызвестный, я думаю, очень многие когда-то бывали на его канале и смотрели видео с ним. Им пофигу, они в системе, понимаете? Они не хотят эту систему разрушать, эту систему разрушить можем только вы, мы с вами, понимаете? Все-таки решил прислушаться к моим неоднократным советам, а именно уехать с Москлобада, бросить этот порочный Вавилон, Клептос его еще называют, в котором по политике ты сам никуда не двинешься, пока не прикрутишься к АПшечке. И отправиться к себе домой, в родные пенаты. Там пользы, собственно, от видеоблогера больше, чем в Москве, потому что в регионах каких-то активных людей, да еще и с, так скажем, средствами распространения информации в виде канала YouTube очень не хватает. И особенно тех, кто там ходит по улице, не говорящих голов, те, кто по улице ходит и могут что-то там показывать. Так вот, Никита отправился к себе в Приморский край, во Владивосток, и начал трепать, там местные шуши рыют. Акт сверки с 2017 по 2019 год, по декабрь месяц, да. Смотрите, оплачено. То есть человек платит за свет, смотрите, две тысячи, две, две. Ну и здесь, очевидно, кто-то посчитал необходимым, срочным, важным и нужным его подвергнуть принудительному лечению. И 26 марта, насколько известно, состоялось заседание суда, на котором ему, собственно, установили помещение психоневрологический диспансер. Если не ошибаюсь, может по-другому самоучреждение. Короче, он в психушке у себя там, во Владивостоке. Поддерживаем Дмитрия Улитина, поддерживаем Алексея Сущенко, поддерживаем Никиту Забазного. Подписывайтесь на канал, проверяйте подписку, оценивайте видео и пишите длинный комментарий. Добро пожаловать в обсуждение. Все ссылки в описании. Благодарю за внимание. До скорых встреч. Всего доброго. Будьте здоровы. Спасибо.